Всем привет! Вот оно! Л-Е-Т-О! Лето! В газете от 1 июня 1983 года опубликовали исследование Международного бюро труда. В 70-х годах около 40 миллионов детей на земном шаре заняты непосильным трудом. Им от 6 до 14 лет. Например, в Таиланде дети работают по 8-14 часов в сутки. Вот как вы считаете, хорошо это или плохо, что дети работают? Сами дети в газете от 1 июня 1986 года с удовольствием размышляют о работе. Когда я вырасту, то стану селекционером. Выращу пшеницу, которая могла бы расти на Северном полюсе и жарком экваторе, рассказывает мальчик Илья. Если бы я была волшебницей, нет, я бы не делала никого сильным и богатым. Я бы сделала так, чтобы везде росли цветы. Если тебя окружают цветы, ты счастлив, говорит пятиклассница Маша. Насколько разные представления о счастье у детей и у взрослых? Ой, сомневаюсь я. Если бы вас спросили, что такое счастье, вы навряд ли бы ответили, что цветы делают вас счастливыми. Дети на то и дети, чтобы вносить в наше закоренелое и обыденное мышление какое-то волшебство и возможность увидеть в простых вещах чудо. А наша задача детям дать возможность развития и воспитания. В газете от 1986 года огромная статья обо всех детских учреждениях Ангарска. Как говорится, выбирай на любой вкус. 40 общеобразовательных школ, три музыкальные, три спортивные, одна художественная, дворец и два дома пионеров. Плюс в каждом дворце культуры детский сектор. Конечно, про 1 июня писали в газетах очень много. Я думаю, что вы даже примерно представляете, как развлекали детей аттракционами, сладостями, аниматорами, концертами и прочим. Ну что, друзья мои, нам с вами пора прощаться. Не без малого, аж на все лето. Передача уходит на каникулы, а если вы по нам соскучитесь, то всегда есть сайт телеканала Актис, где можно посмотреть выпуски передачи «Новый день». Я желаю вам прекрасного летнего сезона. Увидимся осенью. До встречи, Ангарск!